Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Большое спасибо вам, что вы пришли. И мы сегодня с вами будем говорить о стратегической подготовке. Что это такое, я сейчас расскажу. Буквально вот два технических момента. Во-первых, как-нибудь сигнализируйте, что вы меня видите и слышите, что все в порядке со связью. Либо огонек отметьте, либо плюсик, или какой-то другой знак в чат. И второй момент по вопросам. Вы можете вопросы сейчас сразу писать. Спасибо. Вы можете вопросы сразу писать в чат в общий. Вы можете вопросы во вкладку «Вопросы» отправлять. Если я буду успевать и видеть во время вебинара, я сразу буду стараться отвечать. Если нет, то я отвечу на ваши вопросы в конце вебинара. Итак, я преподаю ораторское искусство более 20 лет. Впервые с этой научной дисциплиной, учебной дисциплиной я познакомилась в 1993 году, будучи студенткой Башкирского государственного университета. И вот я хочу вам показать, тогда в 1993 году, вот вроде бы видно, мы занимались, ой, вот так, по этому единственному пособию Давида Семеновича Гутмана, нашего преподавателя, вот по этой тоненькой брошюрке, которая называлась «Основой практической риторики». А сейчас на слайде на экране вы видите фотографию, мою домашнюю коллекцию, библиотеку, пособии, изданий по ораторскому искусству. Это, конечно, только малая часть того, что сейчас доступно современному лектору, современному оратору. Конечно, это совершенно другие условия. Но тут возникает вопрос, когда это всё читать? Хочу вас обрадовать, что ораторское искусство, наука одна из самых древнейших, она насчитывает более 2000 лет, и основные какие-то законы, они чётко сформулированы, и так или иначе, если это не какие-то специальные издания, как педагогическая риторика или юридическая риторика, основные, такой костяк, свод законов, он так или иначе повторяется из пособия в пособие. Поэтому вот какую-то основу нужно получить, а дальше уже просто шлифовать свои знания и умения. Приятно знать и понимать, и в то же время дух захватывает от того, что мы с вами пользуемся теми же законами, которыми пользовались античные ораторы 2000 лет назад. И очень многие моменты, очень важные моменты сложились ещё тогда. Одна из важнейших идеологических проблем ораторского искусства, вы видите сейчас на слайде цитату Сократа, касается того, это белая или чёрная сторона. Вы, наверное, слышали так называемую чёрную риторику. То есть я сначала... Научите меня убеждать людей так, чтобы я убедил, что чёрное – это белое, а белое – это чёрное. Я хочу быть таким выдающимся оратором. И по этому поводу Сократ приводил пример, очень хороший, на мой взгляд. Давайте представим себе, что город, некий город нуждается в специалисте, враче. В этот город приходят два незнакомца. Один из них – оратор, а другой – врач. Но горожане не знают ни того, ни другого, и им нужно выбрать, кто же будет у них работать врачом. Нетрудно догадаться, что благодаря искусству оратора, искусству убеждать, они выберут оратора, но пострадают все от этого выбора – и врач, и горожане. Но только, может быть, оратор будет в выигрыше, оратор – софист. Поэтому я хочу пояснить. Мы с вами сегодня будем говорить не о том, чтобы научиться убеждать кого угодно и в чём угодно. Мы будем говорить о том, как специалистам, то есть врачам условно, библиотекарям, учителям, инженерам и так далее, и так далее, как специалистам научиться доносить свои знания так, чтобы их было слушать интересно, так, чтобы слушатели как можно больше запоминали полезной для них информации и при этом получали удовольствие. Вы видите на слайдах плакаты, которые выполняли мои студенты. Это плакаты на тему «Почему нужно изучать ораторское искусство?». Ну вот, по-моему, очень хорошо видно, что мы чувствуем, когда мы боимся выступать, и как мы себя чувствуем, когда мы прошли обучение и совершенно себе уверены. Большинство учителей ораторского мастерства говорят о том, что страх перед выступлением побеждается подготовкой. Чем лучше вы готовы к конкретному выступлению, тем легче вам справиться с волнением. И, опять-таки, со времен античности выделяют два типа подготовки – стратегическая и тактическая. Тактическая подготовка – это то, что мы делаем перед конкретным выступлением. Вот я готовилась к сегодняшнему вебинару, я занималась тактической подготовкой. Это презентация, конспект и так далее, и так далее. А между конкретными выступлениями по конкретным темам у нас есть промежутки, когда мы не выступаем. Но в эти промежутки как раз-таки нужно заниматься стратегической подготовкой. Заниматься тем, что мы не успеем сделать, когда мы готовимся к непосредственному выступлению. И таких вещей вы сейчас увидите достаточно много. Я уверена, что большинство из вас имеют опыт публичных выступлений свой, и у вас уже есть какие-то представления о том, что для вас лично хорошо или плохо, когда вы находитесь перед слушателями. Если вы из сегодняшнего вебинара возьмете вот один, два, три каких-то приема, вам пригодятся какие-то советы, я буду считать, что моя задача сегодняшняя выполнена. О тактической подготовке мы будем говорить как раз на курсе, который начнется 21 мая. Обычно тактической подготовкой мы занимаемся со студентами-бакалаврами в течение одного учебного семестра. И здесь я постараюсь за месяц рассказать вам и научить вас, как готовиться к конкретному выступлению. А сегодня мы с вами будем говорить о стратегической подготовке. Еще раз повторю, это подготовка, которая включает развитие общих своих навыков, формирование своего ораторского образа, улучшение своих каких-то способностей и качеств, как оратором. Опять-таки с античности уже сложилась модель ораторской речи. Она проста. Выступление не может состояться без оратора, необходим субъект речи. Этому субъекту нужно о чем-то говорить, содержание сообщения, и нужно кому-то говорить, объект речи. Можно, конечно, разговаривать и самому с собой, но это будет не публичное выступление. Любопытный момент. Буквально неделю назад возвращалась из Москвы в Уфу. В Аэрофлоте есть такое приложение развлечения. И я зашла в это приложение и увидела там курс Рустама Багизова, который также участвовал в Лиге лекторов общества знания. И вот здесь, обратите внимание на слайде, то же самое, что в античной модели, но более, вот еще раз вернусь обратно. Вот так мы в учебниках пишем оратор, содержание сообщения, аудитория. А это вот попроще, человек, информация, аудитория. Но смысл тот же самый. Нам нужны три элемента для того, чтобы состоялось выступление. И мы сегодня сейчас с вами пробежимся по этим элементам, что можно с каждым из них делать для того, чтобы выступать все лучше и лучше. Первое, что я вам рекомендую сделать, если вы этого еще не сделали, определите свой тип оратора. Существует, как вы видите на слайде, три типа классики, романтики и синтез двух разновидностей. В синтезе все-таки все равно можно выделить, кому вы больше тяготеете, к какому лагере, классиков или романтиков. Романтики – это те, кто говорят быстро, те, кто много жестикулирует, у них богатая живая мимика. И в их выступлениях есть свои плюсы, конечно же. Здесь нет плохого или хорошего типа. Они разные, и у каждого свои достоинства, но и у каждого, к сожалению, свои недостатки. Классики говорят медленно, не бегают по аудитории, не скачут, а может быть, немножечко утомляют кого-то, потому что им кажется, что они слишком медленны, особенно в наше время. Но, тем не менее, вот лично я больше люблю классиков. Как определить свой тип? Мы сейчас с вами этим просто не имеем возможности заниматься, не будем на это тратить время, но я надеюсь, вы скачаете презентацию и найдете этот слайд, и уже самостоятельно прочитаете сначала один отрывок стихотворный, зафиксировав результат, засекая время, и затем второй. Что у вас получится? Как интерпретировать полученные варианты? Если у вас будет скорость 60 секунд, то есть вы читаете оба отрывка стабильно, плюс-минус, там, 2-3 секунды не имеют, конечно, значения, то вы как раз тот самый счастливый синтез, у вас прекрасная скорость речи, и вам ничего с ней не нужно сделать, просто сохранять ее, сохранять такой же темп. Если у вас получилось слишком быстро, 30, 45, 40 секунд, то вы, скорее всего, романтик, скорее всего, вы также много жестикулируете, вы также любите, чтобы было много всего и быстро сказано, значит, вам нужно будет себя контролировать в аудитории. Ваше средство – это паузы. Старайтесь как можно больше пауз добавлять в свою речь. Если же у вас 70 и больше секунд заняло чтение обоих отрывков, значит, вы, скорее всего, классик, тогда себя подгоняйте. То есть, зная, что, возможно, у аудитории немножечко скучно от вашей скорости речи, старайтесь где-то себя ускорять. Не всегда, но периодически. Внешний облик оратора – это тоже очень важная составляющая. И тоже об этой составляющей лучше подумать заранее. Будет вообще хорошо, мне кажется, удобно и практично, если вы себе выберете какой-то костюм для выступления, и он у вас всегда будет на готове. Чтобы вы себя в нем чувствовали комфортно, и в то же время вы видите на экране это памятка для преподавателей Томского государственного университета. У них есть студия для записи учебных роликов, куда приглашают преподавателей. Это просто мечта. Там они записывают учебные видео для своих предметов. Кому интересно, зайдите на сайт Томского государственного университета. Замечательные ролики снимают преподаватели по самым разным предметам. Так вот, вы видите, что в этих памятках рекомендация сдержанность, сдержанность, еще раз сдержанность. Почему? Потому что не нужно своим внешним видом отвлекать внимание от вашего выступления. Ну и вам должно быть удобно. То есть если вам удобно в брюках, оставайтесь в брюках. Если вам удобно в юбке, пусть будет юбка и так далее. Главное – это сдержанные цвета. И избегайте все-таки каких-то рисунков, потому что они, опять-таки, особенно это важно, если у вас онлайн-выступление, потому что на экране все рисунки смотрятся тяжело. Мы, ораторы, работаем голосом. И что можно сделать с голосом? К сожалению, он нам, как цвет глаз, волос, рост и так далее, он нам дается от природы. Мы не можем кардинально изменить свой голос, но мы можем его поддерживать в рабочем, хорошем состоянии. Я очень рекомендую вам петь. Да, есть много различных тренингов по развитию голоса, дыхания, дикции, скороговорки и так далее. Но где взять время этим заниматься? А вот петь вы можете в любое свободное время. И неважно, есть у вас слух или нет, фальшивите ли вы или нет. Вы развиваете голос раз. Вы тренируете дыхание два. И если вы поете какие-то песни, и там есть слова, вы тренируете память, потому что эти слова нужно запомнить. Таким образом, трех зайцев вы убиваете просто, если вы будете петь хотя бы пять минут в день. Я предлагаю вам запомнить эти несложные упражнения для того, чтобы перед конкретным выступлением разогреть свой артиллерийный аппарат. То есть их запомнить элементарно. И вот чтобы они у вас всегда были под рукой. Начинаете выступать, провели разминку, ваш голос зазвучал за работу. Буквально этим я занималась перед вебинаром, потому что голос что-то сипел и как-то нехорошо звучал. Если у вас не очень получается интонация, то есть вам не удается интонировать во время выступления, тоже простое упражнение для того, чтобы научиться поднимать и опускать интонацию. Если вы настроены серьезно заниматься своей дикцией, дыханием, то вот предлагаю некоторые пособия. Например, чтение гигзаметра очень помогает развивать дыхание и ставить, набирать воздух там, где это нужно. А если вы очень сильно хотите заниматься своим голосом и дикцией, то горячо рекомендую вам найти на Ютубе, вот ссылку вы видите, мастер-класса Марины Ливановой. Это настоящий профессионал своего дела. И вы, вот если будете по ее урокам идти, вы точно многого достигнете на этом пути, на пути улучшения голоса. Но лично я являюсь фанатом ораторского IQ. Тоже, может быть, согласна. Любое пение хоровое, оно помогает развивать дыхание. Это точно, это правда. Я являюсь фанатом развития ораторского IQ, другими словами, увеличения своего активного словарного запаса. Мы с вами, достигнув определенного возраста, перестаем учить свой родной язык. Мы считаем, что мы носители языка и прекрасно его уже знаем. Однако мы сейчас с вами несложные упражнения проделаем, и я думаю, предполагаю, что вы убедитесь, что это не совсем так. Каждому из нас есть что еще учить в русском языке. Вопросами ораторского IQ много занимался Тони Бьюзом. Английский ученый, который является создателем, возможно, вам известных MindCard или IntellectCard, то есть карты для запоминания. Они здорово помогают запомнить какую-то информацию и разложить ее по полочкам. И вот он как раз-таки наставил на том, что нужно заниматься своим языком, нужно развивать свой, пополнять свой активный словарный запас. Как это делать? Если вы хотя бы, вот пусть не 9 слов в день, но хотя бы 3 глагола, или 3 прилагательных, или 3 существительных, но будете вводить в свою речь, то есть вы выбрали 3 каких-то существительных, которые вы хотите освоить, и в течение дня стараетесь их как-то употребить, то через день, через 2 они станут вам уже родными, и вы уже будете их использовать автоматически, не задумываясь. Они будут приходить вам на ум во время спонтанной речи. А ведь именно слов нам не хватает, когда происходит импровизация. Вот пример того, как можно работать со словами. Здесь у студентов было задание простое, синонимы подбирать. Но видите, если оформить даже еще и цветами, то уже какой-то зрительный ряд возникает, и проще такую картинку у себя в голове удержать. И, как я говорила, давайте проверим, действительно ли вы знаете на 100% свой родной язык или не родной, но вот русский язык, как вы его знаете. Если сейчас среди вас есть те, кто точно знают значение всех слов на экране, поставьте, пожалуйста, огонек, чтобы можно было увидеть, что у нас есть в аудитории люди, которые знают все слова, которые сейчас находятся на экране. и они точно могут объяснить их значение. Пока ни одного... Ага, вот один огонек появился. Но два огонька, три. Хорошо. Четыре. Пять. Ну, сейчас уже я могу сказать, что это примерно какой-то 5%, 3-5% от аудитории нашей. А слова-то, в общем-то, простые. Автодитак, самоучка, амбивалентные, двойственные, интерактивные, взаимодействующие. Интермедиальность – это взаимодействие между разными медиавидами искусств, инсинуация, наговоры, одиозные, неприятные, преференции, предпочтения, транспарентные, прозрачные. Как запомнить слова, значения которых мы не очень хорошо знаем или сомневаемся в них? Опять-таки, Тони Бьюзен, это цитата из его книги, говорит о том, советует нам завести дневник для записи новых слов. Родной язык нужно учить, так же, как иностранный. Если мы не будем этим заниматься, новые слова в нашем активном лексиконе не появятся. Сами по себе они оттуда там никак не возникнут. Поэтому выберите какой-то способ, каким вы будете работать с новыми словами. Может быть, вам удобно завести общую тетрадь. Вот в моем детстве девочки любили составлять такие, я даже не знаю, вот как раз дневники были там и какие-то цитаты, и понравившиеся им короткие истории, туда мы наклеивали, вырезали из открыток какие-то картинки. Может быть, такой дневник вам подойдет. Может быть, вы будете делать что-то в электронной форме. Я сама сохраняю в заметках в телефоне. То есть сразу делаю скриншоты или отправляю себе, и вот это все у меня по папочкам в телефоне разложено. Когда мне нужно, я обращаюсь в папке. Раз в месяц я проверяю, запомнила ли я новые слова. И также рекомендую вам приложение, которое называется «Карта слов». Это не только приложение «Сервис», но у них есть приложение для телефона. У меня вот оно стоит очень в доме. Вы сразу проверяете и значение, и слово, и примеры использования получаете. Особенно это вам может пригодиться, если вот какое-то выступление, и вдруг вы не, не знаю, там что-то получаете, в вопросах еще как-то. Вам встретилось незнакомое слово, срочно нужно его понять. Пожалуйста, вам приложение в помощь. Следующее упражнение, которое я для вас приготовила. Сейчас пробегитесь, пожалуйста, глазами по словам и мысленно поставьте ударение, которое вы считаете правильными в этих словах. Я специально выбрала несложные слова. Просто пробегитесь глазами и подумайте, какое бы ударение вы поставили бы в этих словах. Даю вам несколько секунд. И теперь посмотрите, пожалуйста, на правильное ударение. Позвони, дверь исповедания, генезис, обеспечение, кулинария, включит, продал, ходатайство, облегчить, гофрированный, возможно, многих удивит, упрочение, осведомить, фетиш, знамение, откупорить, апокалипсис, христианин, полиграфия, привита, догмат, сторицы, новориш, катарсис и так далее. Были в ЕГЭ. Да, это здорово. Те, кто запомнили, это очень хорошо. Замечательно. А почему так важны ударения? Дело в том, что мы с вами многое можем в своем ораторском облике подправить, но как только мы начинаем говорить и мы начинаем произносить слова неправильно, мы практически мгновенно портим о себе впечатление. Неправильное ударение означает, что мы не прошли некую культурную обработку. Не грешно говорить, ставить ударение неправильно, плохо не знать, даже до определенного возраста, что это ударение неверное, и не исправить в своем активном словаре ударение неверное. Ну, вот приведу пример. Я по образованию филолог и выступала с докладом по теме своей диссертации на конференции филологической в Санкт-Петербургском университете. И мой доклад был посвящен американской романтической новелле. Я говорю о проблемах генезиса американской новеллы. Меня поправляют. Вы, наверное, имели в виду генезис. Я понимаю, что что-то не так. Я что-то не так сказала. А филологу произносить неправильно слова особенно непростительно. Бегу после выступления, проверяю и с ужасом выясняю, что нет вариантов. Это даже не творог и творог. То есть не генезис и генезис, а только генезис. Конечно, не все слова, в которых мы неправильно ставим ударение, одинаково, мгновенно портят впечатление. У каждого... Ну, вот звонишь – это уже очень плохо. Красивее, торты и так далее. Но генезис ещё как-то так. Однако у каждого из нас, наверное, я думаю, у вас тоже есть слова, которые на нас очень плохо действуют. Вот лично на нас очень плохо действуют. У меня такое слово «рефлексия». То есть я достаточно часто слышу от специалистов, от ораторов рефлексия, и меня сразу передёргивают. То есть я перестаю доверять оратору. Я хотела вас спросить, есть у вас такие слова, ударения в которых вас могут подорвать доверие к выступающему? Какие неправильные ударения вас коробят, и вы сразу перестаёте воспринимать оратора всерьёз? То есть у вас уже какие-то к нему претензии внутренние возникают. Можете в чате написать хотя бы несколько примеров? Углубленный, да, согласна. Вы ещё пока подумайте, мы пойдём дальше. Так, звонит, конечно. Но звонит – это уже то, что нельзя себе разрешать оратору ни в коем случае. Мышление, наверное, имеете в виду. Тоже грустная история. Вы говорите, да, да, торты. Роза Газизова пишет. Маркетинг – очень хороший пример. Спорили мы со студентами о том, что словари разрешают маркетинг и маркетинг, но у нас, например, на защите был профессор с кафедры тогда ещё у авиационного института, университета. И она сказала, что их заведующий кафедрой просто выгоняет из аудитории студента-авиационника, если он вдруг произнесёт маркетинг. Потому что строгая лингвистика, строгое произношение требует только маркетинг. Баловы, цвекла и так далее. Как видите, есть… Ну вот, кстати, с деньгами, вот Ирина Белова деньги приводит пример. Деньгами здесь как раз-таки сложная история, потому что словари уже закрепили, что можно говорить деньгами, но всё-таки если вы хотите свою рафинированность подчеркнуть, то нужно говорить деньгами. Дискурс и дискурс тоже – это очень сложная история, потому что буквально языковеды делятся на партию тех, у кого дискурс, и на партию тех, у кого дискурс. Но меня убеждали, что слово пришло из французской лингвистики, поэтому правильный дискурс. Я хотела сегодня вас убедить в том, что с ударениями нужно постоянно работать. И также рекомендую вам сервис, где ударение РФ, где вы можете очень быстро… Феномен, тоже согласна. Где вы очень быстро можете проверить, правильно ли вы ставите ударение в конкретном слове. Вот, например, догмат. Скорее всего, многие из вас думают, что либо догмат – это второе допустимое ударение, либо вообще правильно догмат, но тем не менее догма и догмат. Единственное, хочу вас предупредить, что этот сайт слишком добрый. Вот если он дает как догмат только одно ударение, то этому ударению можно доверять. А если он дает два варианта, то нужно перепроверять уже в каких-то серьезных словарях, потому что здесь уже зависит, перед какой аудиторией вы будете выступать. Если перед строгими лингвистами, то лучше сто раз перепроверить. Мы со студентами делали карточки для запоминания трудных ударений, но вот, к сожалению, наша с вами реальность такова, что позавчера я делала вот этот слайд, и, как видите, скриншот прекрасно делался, а сегодня уже падли почему-то недоступен. Но я надеюсь, что это временная трудность, и все-таки заработает. Тогда вы можете переходить по этой ссылке и пользоваться нашими карточками для того, чтобы запоминать правильное ударение. Еще одна проблема – это произнесение иностранных слов и имен. У нас разгорелась целая дискуссия по поводу Дориан Грей, героя романа Оскара Уайльда. Дориан он или Дориан? Для англичан, если мы послушаем произнесение англоязычных спикеров, носителей языка, они будут говорить, конечно, Дориан, но как греческое имя оно звучит как Дориан. Вот еще один сайт, который вам рекомендую, где вы можете проверять произнесение слов, как оно звучит и куда ставится ударение. Как видите, здесь здорово, здесь мужские, женские голоса и разные страны, то есть вы можете найти искомый вами вариант произнесения. Ну и это так шутка студентов. Они составляли мемы по ораторскому искусству, и поскольку я их буквально замучила ударениями, то вот Гульнара Байгузина создала такую картинку, которая – это мой идеальный мир, и мир многих преподавателей ораторского искусства, где все ставят правильно ударение. Следующий момент, который нам нужен как ораторам, следующий аспект, который мы должны развивать вот в рамках стратегической подготовки – это, конечно, память. Память нам нужна просто для всего, и в том числе, чтобы запоминать правильные ударения и значения слов. И этим отдельно, конечно, нужно заниматься, но хотя бы просто пересказывайте детям, знакомым, родственникам что-то, что вы прочли или что вы увидели. Пересказ или объяснение другому – они помогают развивать память. В памяти же остаются примеры, которые мы получаем из жизни, поэтому нужно слушать выступления достойных ораторов, тех, у кого действительно можно поучиться. Я сделала небольшую подборку для вас, ораторов, которых я рекомендую. Во-первых, это Чеслов Андрей Числавович Казаржевский, профессор МГУ. Его, к сожалению, уже давно нет в живых, но есть лекции его замечательные по мастерству публичной речи, вы видите на Ютубе. И он как раз-таки является тем самым классиком, редкий тип, который встречается не так уж часто. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от его выступления. Второй оратор, которого я считаю достойным образцом для подражания, это Нина Витальевна Зверева. Мне посчастливилось ее услышать как раз-таки на финале Лиги лекторов в Москве. И с тех пор я подписана на ее Ютуб-канал. Она учит не только ораторскому мастерству, у нее сейчас там самые разные передачи «Мама на час», она о жизни, у нее богатейший жизненный опыт, и у нее прекрасная русская речь. То есть ее просто приятно слушать, и ей можно подражать, если понравится ее тип оратора. Еще один мастер живого слова – это Алексей Олегович Гомазков, поэт, переводчик, музыкант. Он работает в Казани, в музее Боротынского. И его речь – это тоже образец, который хочется слышать, слушать и подражать. Горячо рекомендую его ролики и передачи. Более молодая подборка спикеров. Сложно мне с молодыми ораторами, потому что, не знаю, может быть, у нас уже какая-то возрастная дистанция, которая мне мешает, но я старалась. И я выбрала для вас тех, кто выступал, опять-таки, перед участниками и победителями, и финалистами Лиги лекторов. Это Алексей Марков и Полина Морешова. Вы можете посмотреть их ролики. Нам с вами, если вы такого же возраста, как я, например, нужно знать молодое подрастающее поколение тоже. И нужно слушать, смотреть, как они выступают, что нравится им. Нужно обязательно быть, как они говорят, в теме. Но когда вы слушаете ораторов, особенно молодых, старайтесь не просто слушать, естественно, а анализировать. И у начинающих ораторов как раз-таки можно определять ошибки. Как только вы начинаете анализировать чьё-то выступление, вы, опять-таки, на его ошибках учитесь. И, скорее всего, сможете такие ошибки не отпускать сами. Самая распространённая ошибка у начинающих и молодых ораторов, на мой взгляд, это использование жаргона. От этого устаёшь. То есть хочется слушать чистую речь. Хочется наслаждаться русской речью, родной речью. И вот жаргон – это не то, что ждёшь от оратора на трибуне. Закончили с оратором. Перейдём к следующей части, к следующему элементу модели ораторской речи. Объект речи – аудитория. Аудитория представляет собой, во-первых, помещение, в котором происходит выступление, во-вторых, совокупность слушателей. Несколько слов об аудитории, как о помещении для выступления. Понятно, что необходимы какие-то требования элементарные, чтобы были соблюдены в этом помещении. Но об этом я обычно говорю по тактической подготовке. А для стратегической подготовки я хочу обратить ваше внимание на онлайн-встречи, как у нас сейчас с вами, и на такую проблему, как фон за спиной у оратора на онлайн-встречи. Они в нашей жизни останутся, я думаю, уже навсегда. Будут зум-конференции, будут онлайн какие-то совещания и так далее. Поэтому фон – это то, о чем нам нужно позаботиться. Вот хочу вас спросить, что здесь, на ваш взгляд, не так? Это как раз выступление в жанре питчинг. То есть молодой человек представляет перед инвесторами свой проект. Представляет свой проект, и кого-то из многих выберут для того, чтобы финансировать этот проект. Вот им дается 3-5 минут для того, чтобы обосновать, почему именно их проект нужно финансировать. Вот замечательно сделал слайд молодой человек. Ну что же с фоном? Фон нас подводит. Во-первых, там, я не знаю, что лыжи, что… Ну, не знаю, какой-то предмет, который можно было бы убрать. Это несложно, да? Но даже если бы он его убрал, остается разрезанное геометрическое… Вот этими линиями пространство, которое мешает восприятию. А вот вам пример, какой был бы сейчас у меня фон. Ну, это просто, может быть, я кадр неудачный взяла. Не обязательно, чтобы у него был испуганный вид. А вот какой бы был сейчас у меня фон, если бы я не поставила за собой шимму и не повесила в нее черное полотно. Я сейчас веду вебинар из комнаты, которая находится на мансардном этаже. И вы видите, там весь потолок, вот он такой изрезанный, просто мешающий восприятию. Поэтому вот сравните то, что вы видите сейчас на картинке, и то, что бы вы видели, если бы я не озаботилась заранее, не научилась делать фон. Довольно просто оказалось сделать такую нейтральную картинку. Где вы можете этому научиться? Вы можете посмотреть замечательный вебинар Павла Юрьевича Калинникова о том, как вот создать в домашних условиях. Понятно, что у нас нет студии, мы ведем, работаем из дома, но, оказывается, можно и с этим что-то сделать. Вполне прилично. Аудитория как совокупность слушателей. О ней мы тоже больше говорим на тактической подготовке. Ну, вот буквально несколько слов, что, конечно, хорошо бы знать заранее, кто к вам придет на выступление, если у вас есть такая возможность. Вот эти аспекты важны для того, чтобы как-то анализировать и корректировать свою работу с аудиторией. Стратегически вы можете придумать для себя, какими приемами захвата внимания вы будете пользоваться. То есть вот вы видите 9 приемов, вы смотрите и выбираете для себя, что бы я мог использовать для того, чтобы начать свое выступление. Может быть, кто-то из вас обратил внимание, какой прием я использовала сегодня, сейчас, несколько минут назад. Я использовала пятый рассказ о себе, да, демонстрация какого-либо предмета. Может быть, она у меня не очень удачна, потому что расплывается фон, получилось, но я использовала демонстрацию предмета. Вы можете попробовать любое из этих приемов на какой-то своей аудитории и посмотреть, что для вас более всего подходит, оптимально, и вам самим нравится, и вы видите реакцию. Ну, конечно, в онлайн-среде сложнее, но вы можете в живой аудитории увидеть реакцию. Вот Тони Бьюзан, о котором я недавно упоминала, автор, создатель идеи «Интеллект карт», он простой прием использует. Мне, кстати, посчастливилось побывать на его выступлении в 17-м году в Москве, и я видела сама и слышала, как он это делает. Очень простенько. Он выступал, его тоже уже нет в живых, к сожалению, но он выступал в самых разных странах, и он всегда начинал свое выступление с приветствия на языке той страны, в которой он в данный момент находится. К нам он обращался на русском языке, в Германии на немецком и так далее. Можно назвать это обращение к событию, времени, месту. Но лучше всего привлечь внимание аудитории, обратившись к ее проблемам, к ее каким-то реалиям. Ну, вы сталкивались на концертах, когда артисты говорят «Привет, Уфа!» И вот Уфа уже радуется, что ее поприветствовали, и сразу бы чувствовали, что это именно к нам, не вообще, а именно к нам обратились. Ну вот, посмотрите тоже потом, какие приемы вам больше по душе, и попробуйте ими пользоваться. Опять-таки, ваш дневник, вербальный дневник пригодится. Там у вас будут хорошие цитаты, там у вас будут какие-то интересные факты уже зафиксированы, может быть, какие-то риторические вопросы, и вам перед конкретным выступлением нужно открыть свой дневник, найти то, что подходит к этому конкретному выступлению, и воспользоваться своими заготовками. Переходим к содержанию сообщения. Здесь тоже, казалось бы, не так много можно сказать по поводу, вот, в плане стратегической подготовки, потому что содержание мы готовим конкретное, под конкретное выступление, но тем не менее. Хочу обратить ваше внимание, очень важное соотношение процентное. Часто я сталкиваюсь с тем, что выступающие думают наоборот. Понятно, что главная часть самая большая, но часто мне говорят, что заключение должно быть длиннее, чем вступление, а это серьезная ошибка, потому что вы видите, что вступление должно быть в три раза длиннее, чем заключение. Заключение должно быть коротким и по существу. И вот важной частью вступления, которое, как вы, может быть, уже запомнили, отводится 15% от общего процента выступления, очень важной частью является самопрезентация. Я еще несколько лет назад считала, что самопрезентация не нужна в выступлении, это какое-то, ну, как будто бы человек не очень скромный, начинает рассказывать о себе, и это лишнее, думала я. Но вот услышав выступление Нины Витальевны Зверевой на Лиге лекторов, я поняла, что она права. Когда мы впервые видим оратора, как я до появления Нины Витальевны на тренинге, ничего о ней не знала, мы не знаем ничего об этом человеке, и мы не понимаем до конца, насколько, может быть, важная встреча у нас состоялась или насколько серьезный специалист перед нами выступает. Поэтому очень правильно рассказать о себе, коротко, вот в нескольких словах. Но вот смотрите, если у человека есть столько книг, вот он, автор стольких книг, я этого не знаю, она показала мне на слайде, и я уже понимаю, что так, мне нужно тут каждое слово ловить, мне нужно запоминать, мне нужно какие-то книги, может быть, взять на заметку. Я их взяла, и сейчас они у меня уже есть в личной библиотеке. Поэтому, да, и вот я хочу посоветовать вам, у Нины Зверевой есть бесплатные обучающие видео, вот по ссылке вы их найдете, тоже вполне можно заниматься именно ораторским искусством. Это тоже будет стратегическая подготовка, потому что когда вы готовитесь к конкретному выступлению, вам не до общих вопросов ораторского искусства, вам нужно подготовить то, что будет завтра звучать в таком-то промежутке времени. Я рекомендую вам составить какой-то макет набросок самопрезентации, пусть он будет шире и больше, чем вы будете использовать в конкретном выступлении, для того, чтобы перед конкретным выступлением уже выбрать то, что вам подходит именно для него. Что о себе в самопрезентации стоит написать? Ну, во-первых, обозначить, кто вы по специальности, потому что, естественно, это необходимые знания для слушателей, математик вы или лингвист, или историк и так далее. Более подробно, я специалист по зарубежной литературе, то есть да, я филолог, но я литература и вед, и специалист по зарубежной литературе. Уже понятно, что каких-то тонкостей, быть может, языка знаний я не знаю, но я очень много знаю по зарубежной литературе и по литературе ведет. Рассказать о себе, если вы уже не вчерашний выпускник вуза, хотя и выпускник вуза может рассказать о себе, что я учился там-то, прошел такую-то стажировку, у меня был такой-то интересный опыт, я победитель таких-то олимпиад и так далее. То есть здесь важно просто не хвастаться, чтобы не возникло ощущение, что докладчик самолюбованием на наших глазах занимается, но и сообщить о себе необходимую минимальную информацию. Опять-таки с античности известно, что у любого выступления есть три единые цели. Мы выступаем для того, чтобы сообщить какой-то объем информации. Мы этот объем информации сообщаем для того, чтобы убедить в чем-то слушателей. Но вот преподаватель в аудитории убеждает студента в том, что им необходимо это знать. Вот то, что он говорит, это нужно, это им пригодится, это важно. А вот третья составляющая – доставить удовольствие. У нас, у преподавателей часто бывает так, что мы можем научить и убедить, а вот эстетическая сторона дела хромает. И это часто связано с презентациями. Я замечала в преподавательском сообществе, что они не все любят презентации. Иногда бывают презентации, ну, просто, не знаю, не вордовский файл выводят на экран и вот считают, что это презентация. В наше время, вот в наше время, это уже не годится. То есть научиться делать хорошие презентации – это тоже часть стратегической подготовки. Один раз потратите на это время, и потом у вас уже будет это легко получаться. Вот на слайде вы видите пример. Выступал в финале со мной докладчик, как раз-таки по ораторскому искусству. И вот презентация, которую он делал сам. Видите, да? Он стал победителем. Его пригласили в мае, то есть через полгода, выступить уже перед участниками школы лекторов. И он выступал с тем же самым докладом. Видите презентацию? Вот еще раз вам поменяю. Вот его была презентация, которую он сам сделал. И вот презентация, которую ему сделали, помогли сделать. Ничего, почти ничего не добавилось по содержанию, по существу. Но насколько красивее выглядит второй слайд. Я научилась, не побоюсь этого слова, считаю, что научилась. Во всяком случае, мне нравится сейчас то, что у меня получается. Я научилась на курсе Анастасии Похоруковой. И вот хочу показать новую учебную презентацию. Последний курс был в 23-м году. Я очень надеюсь, что Анастасия еще осенью запустит новый курс по презентациям. И от души рекомендую вам обратить на этот курс внимание. Хочу показать вам, как выглядели мои презентации. Это как раз ковидный, первый ковидный март. То есть мы все выходим на дистант. И я что-то там мастерю. Это вот то, что было до обучения у Анастасии. Я вам показываю. А вот уже после обучения. Все то же самое, но выглядит уже по-другому. Еще один аспект, которого сейчас с вами успеем коснуться, это новые жанры выступлений. Узнавать о новостях, какие появляются формы выступлений, тоже нужно вот в промежутках между конкретными вашими выступлениями. И желательно представлять себе, что это за новые жанры, и может быть себя в каком-то жанре попробовать. Например, Казанский федеральный университет ежегодно проводит очень большую, серьезную, обширную конференцию. И в те 24 в этом году объявлено уже принимаются заявки. И вот у них есть презентация, в которой они рассказывают о жанрах, допустимых для выступления на этой конференции. Вы видите, вот классическое научное заседание, классический научный доклад. Он длится 15 минут и 5 минут на обсуждение, на ответы на вопросы. Также они предлагают, видите, питч-сессии или питчинг. Это уже не только про бизнес-секреты, не только про маркетинг, но это уже и научное выступление на педагогических конференциях и психологических. И вот здесь уже предлагается совершенно другой формат. 3-7 минут. Можно даже вместо себя включить видеоролик, вместо своего выступления запустить видеоролик с тем же выступлением, допустим, или что-то еще будет в этом видеоролике. И здесь уже требуется, чтобы был совершенно конкретный рассказ и показ результатов целей и результатов проекта. Мне в прошлом году посчастливилось выступать на FT 2023, и я выступала как раз-таки вот с такой питчинг-сессией в жанре питчинг, новом для меня, и рассказывала о том, как мы сохранили использование Zoom в аудиторию, на живой лекции. Это было нужно для того, чтобы показывать презентацию каждому студенту в его телефоне. То есть не на экран выводить, у нас там проблемы со шторами иногда бывают, то есть не очень хорошо видно. А здесь у каждого студента также в Zoom идет презентация к лекции, а я вживую рассказываю, общаюсь. Также я могу какой-то опрос запустить, видите, они тут же мне ответят, я тут же вижу какие-то результаты. И вот об этом таком приеме, проекте я рассказывала на конференции в прошлом году в Казани. Но вот какая получилась беда. Прочитали мы требования к жанру питчинга, а мое выступление было на 5 минут. А другие докладчики, которые тоже должны были выступать 3-5 минут, выступали с жанром классического научного доклада, выступали по 15 минут. И в итоге многим, кто приехал из Москвы, из других городов издалека, не хватало времени для выступления. То есть может быть такая проблема, что вы не научились работать в новом жанре и просто подведете коллективы докладчиков, которые вместе с вами собрались. Где всему этому учиться? Вот я собрала вам на слайде 4 курса, на которых лично обучалась, не считая курса Анастасии Пахаруковой. И их вам горячо рекомендую. У Марины Орешко вы научитесь просто всевозможным сервисам. Настолько человек прекрасно все объясняет, так же, как и Павел Юрьевич Калинников. Они дадут вам просто максимум по тому, что можно делать в интернете на различных ресурсах. А все, что вы будете на этих ресурсах делать, вы можете потом использовать в своих презентациях. И презентации ваши будут авторские, интересные, яркие, запоминающиеся. И, кроме того, это еще и такой момент творчества. Это очень здорово и увлекает создавать что-то свое на основе своего предмета, который ты очень хорошо знаешь, но вот создаешь какие-то новые пособия. Сергей Павлов, мультимедийная студия в кармане. Это просто находка, потому что вы в телефоне делаете все, что вам потом нужно будет для презентации. Вам достаточно просто из телефона все опять-таки эту презентацию загрузить. У Татьяны Викторовны, нашего ведущего сегодня и всегда Телегиной, вы узнаете все о том, где искать информацию для ваших выступлений. То есть это все возможные поисковики и как их оформлять, как оформлять источники и прочее, прочее. То есть вот это те курсы, которые вы можете пройти в кавычках свободное от конкретных выступлений времени. Конечно, вы не сможете, вот вам нужно выступать через месяц, вы побежали записываться на курс. Нет, конечно. Поэтому используйте время между выступлениями для того, чтобы повышать свои какие-то свои ораторские способности, навыки развивать и так далее. Ну и вот буквально пара примеров из того, чему научилась еще я. Это вот картинка мой сайт на Тильде. Тильда – это уникальный ресурс, на котором можно делать все, что угодно. Вы, кстати, можете свой дневник вербального интеллекта на Тильде завести и потом опять-таки брать для презентации картинки и делать скрины и так далее. И вы здесь можете размещать все возможные материалы и отправлять сюда своих слушателей за дополнительными материалами и знаниями. И вот еще, например, облако слов. Если вы видите изнанку, обратную сторону, ну вот если пройдете по ссылке, вы увидите сторону лицевую, и там будет видно, что на любое вы нажимаете слово, и оно ведет вас на какую-то статью в Википедии, либо на мой какой-то учебный ролик, как о литерации и анафора. И, соответственно, это такой хороший дополнительный материал, который помогает осваивать предмет. На этом у меня все. Я очень боялась отвлечься, но и не уложиться в тему. Вроде бы все хорошо получилось. Теперь я, да, я, вот, кстати, очень хороший момент, что я акаю и переключаюсь об ораторском мастерстве. Я хочу сказать, вот Дмитрий вам же и ответил. Я хочу сказать вам следующее. Ораторское мастерство хорошо тем, что вы можете иметь определенные недостатки речи. Вот как сейчас ААА, да, я собираюсь с мыслями, перехожу от одной идеи, которая у меня в голове, к другой. Но если вам есть что сказать, то через какое-то время слушатели перестают обращать на это внимание, потому что для них важно содержание того, что вы им принесли. А идеальных ораторов, они бывают, конечно, но достаточно редко. Но мы к этому и стремимся стать идеальными ораторами. Могут быть, да, слова-паразиты, есть звуки-паразиты. У меня есть еще одна нехорошая привычка. Это от того, что ты читаешь лекцию в аудитории, ты стоишь час и более, еще же убрали перемену в пять минут, и я раскачиваюсь, потому что мне просто тяжело стоять прямо. Но студенты мне это прощают, потому что мы живые люди, у нас есть какие-то свои физические и эмоциональные недостатки. Вы научитесь говорить так, чтобы у вас этого звука не было. И к этому я, собственно, и стремлюсь, и стараюсь к этому приблизиться. Людмила Ивановна спрашивает о серьезных словарях для проверки правильности ударений. Обычно это академические словари. Вот набираем, я даже не обращала внимания, специально там целая подборка словарей. И вы смотрите, вы видите, что если все подряд словари Академ, по-моему, как же ссылка называется, то есть если все подряд словари говорят о том, что ударение догмат, 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 то значит уже это точно не стоит варьировать и доверять, где ударение РФА, которое может дать два варианта. Так, как вы используете историю аналогии для усиления? Истории, конечно, хороши для того, чтобы... Так, я, по-моему, все вопросы посмотрела. Да, в чате вроде бы вопросов в общем чате. Так, сейчас еще сразу посмотрю, рассказать о курсе. Истории мы рассказываем для того, чтобы подкрепить какое-то высказывание. Например, я боялась просто, что не уложусь во времени, поэтому историю сегодня исключила. Но у меня была заготовлена история по поводу аудитории как совокупности слушателей. Дело в том, что... Теперь я буду думать о том, что я говорю. Дело в том, что совокупность слушателей, она уникальна. Она здесь и сейчас. Недавно на чайной церемонии в Токио мастер чайных дел сказала удивительную вещь. Она сказала, что мы сейчас с вами собрались вот здесь и сейчас, и этот момент никогда не повторится. Никогда вы больше не придете в таком составе. То же самое вот про наш вебинар, просто слово в слово. Никогда вы больше не придете в таком составе. Даже если вы вдруг придете в таком составе, вы придете уже в разных настроениях. И опять-таки вы уже по-другому будете воспринимать мою речь, другие какие-то реплики и так далее. Поэтому, наверное, одно из самых увлекательных моментов в ораторском искусстве – это то, что оно здесь и сейчас, как в театре спектакля. Ни одно выступление не будет похоже ни на предыдущее, ни на следующее. Поэтому мы и испытываем, мы и хотим слышать выступление, и выступать многие хотим хорошо для того, чтобы получить вот это триединая цель была достигнута – получить удовольствие, чему-то научиться и в чем-то убедиться. Так, о моем курсе рассказать. Я буду давать практически полную информацию. Вот все, что я рассказываю студентам в академическом курсе ораторское мастерство, ораторское искусство, я буду рассказывать в нашем курсе. Вы можете по лендингу посмотреть программу, там расписано все, что мы будем делать, но это еще и творческий процесс. Я обязательно буду еще что-то добавлять. Мы с вами будем анализировать выступления разных ораторов. Вы будете записывать свои выступления, вы будете задавать мне любые вопросы. Вот какой у вас будет запрос на данный момент по ораторскому мастерству, я постараюсь на них ответить. Мы проработаем с вами все существующие теоретические аспекты и сразу будем это на практике пробовать. После окончания курса вы будете знать то, что дают в университете по курсу ораторское мастерство, ораторское искусство. Так, вот еще раз ссылку Татьяна Викторовна дала. Вы можете по ней пройти и посмотреть лендинг, посмотреть программу и решить для себя, хотите ли вы принять участие. Я буду очень рада всех видеть и буду ждать вас на курсе. Так, вот еще раз. Надеюсь, что рассказала о курсе, нужно ли что-то еще, скажите, напишите. Я еще добавлю. Так, трудно выступать, согласна. Но вы знаете, в некоторых учебниках или в некоторых источниках пишут, что страх перед публичными выступлениями, он почти как страх смерти. То есть выйти на публику – это очень страшно. Однако главное – выйти, а дальше уже процесс пойдет. Ну что ж, мы с вами, в общем-то, по-моему, уложились. Все прошло по плану, не подвела нас ни техника, ни связь. Я благодарю вас еще раз. Так, какие литературные произведения меня вдохновляют? Это вопрос, конечно, для филолога неподъемный, потому что нет какого-то одного художественного произведения сегодня, одно, завтра другое. Но очень многие, конечно, я люблю и перечитываю, и, надеюсь, еще многие прочесть. Самая главная проблема – это проблема нехватки времени, как и у вас, наверное, тоже. Спасибо вам большое еще раз. Я думаю, что мы можем на этом нашу встречу завершить. Всего доброго, всем удачи, до свидания.